В жизнь этого склада, что находится недалеко от Ставрополя, пандемия тоже внесла свои изменения. К привычной работе добавились новые задачи. Сейчас внимание делам большим и важным. Работники склада ловко формируют продуктовые наборы. Высокую коробку под завязку заполняют продуктами. Тут кабачковая икра, макароны, сушки, консервы разных видов, растительное масло, сгущённое молоко. Специально кладут не портящиеся продукты, которых хватит надолго. Всё это для пожилых людей. И пусть продукты в этом наборе самые обычные. Это мука, сахар, конфеты, печенье. Но для ставропольских пенсионеров это дороже, чем золото. Ведь сейчас для них страшнее, чем заболеть коронавирусом, это остаться без куска хлеба. Со склада коробки с товарами расходятся по районам. Сегодня очередь Ставрополя и Петровского округа. На подхвате волонтёры. Они несут продукты тем, кто вынужден сейчас оставаться в четырёх стенах. К слову, с благотворительной инициативой «Доброе сердце» выступила партия «Единая Россия». Она призвала всех, кому не безразлично, помогать нуждающимся пожилым людям. Идею поддержал и губернатор края Владимир Владимиров. По его решению в регионе сформировали больше ста тысяч продуктовых наборов. Добрый день. Волонтёрский центр. Привезли вам необходимый продовольственный пакет. Пожилым людям сейчас сложнее, чем кому-либо. Им рекомендуют не покидать дом. А тут доставка прямо к порогу. Ещё и бесплатная. У некоторых слёзы на глазах. Растроганы. Не ожидали. Я очень благодарна. Я не ожидала, что такое может быть. Очень рада вам помочь. Спасибо большое. Вот вам цветочки я сорвала. Возьмите. Спасибо большое. Спасибо нашим девочкам, что передадим. В течение ближайших двух-трёх недель такие продовольственные боксы получат ставропольцы старше 65 лет, у которых минимальная пенсия. Конечно, очень нужны. Я пенсионерка, муж пенсионер. Так что нам очень тяжело. Очень тяжело. А это как... Ну, кстати. Спасибо вам большое. Когда мы ездим и доставляем продукты питания, медикаменты, помогаем пожилому населению, их эмоции, они бесценные и заряжают нас теми же положительными эмоциями, дают нам силы, чтобы работать дальше. Волонтёрам, которые в эти дни, не жалея сил, помогают пенсионерам, даже простого «спасибо» хватает. Для них нет ничего важнее. Джамиля Ибрагимова, Николай Попов, Ставропольское телевидение.